В три раза снизилась скорость ветра в Алматы за последние три десятилетия. Такие данные озвучили в Комитете экологического регулирования и контроля Министерства экологии. Эта ситуация беспокоит горожан, ведь мегаполис практически не продувается. И чтобы выявить причины, местные власти начали изучать ветровой режим в городе. О промежуточных итогах расскажет Асем Кощегулова. Алматы в числе самых загрязненных городов страны. Автотранспорт и ТЭЦ – основные источники проблемы. Город буквально затыхается. Ситуацию усугубляет и тот факт, что в мегаполисе нарушена роза ветров. За последние 30 лет скорость ветра уменьшилась с 6 до 1 метра в секунду, отмечают в Казгидромете. Поэтому на Далматы постоянно нависает густой смог. Такой ситуации алматинцы крайне недовольны. Очень душно и не проветривается город. Чувствуется. Экология не в очень хорошем состоянии. То, что не продувается, это однозначно видно из гор, что стоит просто дымка. В летние месяцы прямо особенно ощущалось. Может, что-то нарушено с архитектурой, с этими домами высотными. Конечно, воздуха не хватает. Но если не нравится такая ситуация, не живи в мегаполисе и все. Выявить причину экологической проблемы не так легко, говорят специалисты. На это уйдут годы, поскольку факторов может быть несколько. В первую очередь следует изучить строения в мегаполисе, их плотность и высотность. Именно они могут быть главными источниками безветия. Карта аэрации городского пространства как раз направлена на изучение причины и следствия. То есть это не просто проверить, ветер дует или не дует. Он за собой несет множество факторов. Начиная от физических, кончая химическими факторами. То есть любой конструкции, любой предмет в городе, он нагревается. А если он нагревается, значит он создает вокруг себя какое-то температурное поле. При этом же есть еще атмосферное давление, которое то повышается, то снижается. И вот эти все факторы нам необходимо изучить, для того, чтобы составить четкую и точную карту аэрационного режима города Алматы. На аэрацию мегаполиса также влияет пригород, говорят специалисты. Леса, частный сектор или другие сооружения – все это также нужно исследовать, поскольку ветер формируется намного дальше от мегаполиса. Сейчас, насколько нам известно, информировано Акимат на стадии выбора организации, которая проводит исследование. И на сегодняшний день по результатам исследования будут приниматься решения о внесении изменений в правила застройки, в генпланы и так далее, в зависимости от результатов исследования. Карта будет готова только через пару лет, поскольку специалистам нужно охватить исследовательской работы все четыре сезона года. Асим Кощегулова, Эдуард Кон, Хабар, 24, Алматы.